Нутриевая ферма, русские народные костюмы, детские городки. Ежегодные выставки «Омская марка» и «Инновации года» открылись в экспоцентре. Более 70 предприятий региона представили свои достижения в текстильной промышленности, медицине, животноводстве. Какие из местных брендов заинтересовали покупатели, знает Елизавета Василевич. К тому, что мясо этих зверьков тоже можно есть, привыкли пока еще не все сибиряки. Впрочем, многие охотники знают, что нутрия – цена не только своим мехом. Разводят животных в Омской области уже 6 лет. А летом в Саргатском районе откроют большую ферму на тысячу голов. Заказчики очень разные. Есть люди, у кого туберкулез. Есть любители просто хорошего шашлыка. У нас Москва активно готова заказывать большими объемами, до тонны. В будущем Наталья вместе с мужем хотят открыть свое ателье. Впрочем, кто-то выбирает для пошива одежды более простой материал. На выставке можно увидеть русские народные костюмы из ольна. Вот такие вещи, более стилизованные, их берут для дома, на фестивале, после бани, встретить гостей, пока они еще мало ассоциируются с повседневной жизнью. Вот эти сарафаны такие, я их предлагаю, ношу сама, именно для повседневной жизни. Немало здесь и ремесленной продукции. Однако, помимо традиционных сувениров, есть игрушки-обереги для детей от 3 лет. Художники расписывали их вручную, стараясь передать красоту народных костюмов. Материал дерева брали липу и кедр. Самые интересные породы нашей Омской области. На выставке можно увидеть и малые архитектурные формы. Вот такие домики, паровозики и кареты изготавливает из массива сосны омский предприниматель. Сейчас эти изделия пользуются большим спросом среди родителей, воспитанников детских садов. И больше всего омещей привлекает невысокая стоимость товаров. Цены на изделия, например, песочницу, начинаются от 3 тысяч рублей. Для производителей это возможность не только показать свои товары, но и найти потенциальных партнеров, говорят организаторы выставки. Елизавета Васильевича, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.